МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной и сегодня в нашем выпуске. Тепло еще теплее. Правительство Республики и предприниматели встретились, чтобы решить, как улучшить инвестиционный климат. Не только по учебникам. Чебоксарский образовательный проект стал победителем всероссийского конкурса. Когда длинный нос – преимущество в зауголке Ковчег новые обитатели. Члены Совета по улучшению инвестиционного климата сегодня встретились с предпринимательским сообществом. В расширенном составе принято подводить итоги и расставлять приоритеты. Что ждут от властей бизнесмены, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Бизнес и власть – эффективный формат диалога. На таких встречах, отметил глава региона, ищут пути преодоления проблем. Предприниматели рассчитывают на поддержку правительства. Мы всегда были открыты перед вами, уважаемые предприниматели, и будем такими же открытыми. С одной единственной целью, чтобы создавать новое производство с высокой производительностью труда, для того, чтобы наши молодые люди могли самореализоваться, трудоустраиваться. Инвестиционный климат в республике улучшается, и это оценка предпринимателей. Для бизнесменов продлены налоговые каникулы, становится проще подключиться к сетям, сокращены сроки регистрации предприятий. Еще одна действенная мера поддержки – снижение оплаты за аренду земельного участка. Устанавливаются размеры арендной платы за земельные участки в размере ставки земельного налога за единицу площади, ну и плюс при выкупе это 15% кадастры стоящих. Сегодня у нас 5 заявок, да, вот если одну мы поддержали, еще 5 заявок у нас на рассмотрение. Это мы их в первом квартале 2019 года, я думаю, что мы подписываем соглашение, и они зайдут. По городу Чебоксар у нас первый парк у нас заполнен. Найти инструменты для снятия этих вопросов или проблем, когда касается законодательной базы, то снимать надо эти вопросы через законодательную базу, когда касается нормативно-правых документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, то это нужно делать через эти механизмы. От руководителя предприятия с многомиллионным оборотом до тех, кто свое дело только начинает. В зале более 100 человек и для каждого открытый микрофон. К органам власти у бизнесменов немало вопросов. Гендиректор одного из заводов обратился к вице-премьеру с просьбой узаконить право на инвестиционный налоговый вычет. Мы строим новые цеха, ну, хотим строить, покупаем новые линии и хотим уменьшать налог на прибыль, руководствуясь тем, что год назад федеральное правительство приняло закон о том, что на сумму инвестиционных инвестиций можно уменьшать налог на прибыль напрямую. То есть у нас в республике пока этот закон не принят. Мы запросили, кому это интересно. То есть работу провели такую, посмотрели, для чего это нам нужно. Нам нужно технико-экономическое обоснование к этому закону подготовить. Сейчас мы его готовим. Одновременно направили уже предложение в Минфин. У нас Минфин является инициатором этого закона. На бизнесменах отразилась новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Предприниматели говорят, что платить за вывоз ТКО приходится больше. На одной производственной площадке по монтажному проезду в Чебоксарах 6 тысяч рублей в месяц до 31 600 рублей в месяц. При этом ни площади, ни посадочные места в рабочей столовой, ни численность работающих, ни количество парковочных мест, ни виды деятельности не изменились. Ценовую политику региональный оператор готов пересмотреть. Предприниматели смогут оплачивать только за факт вывоза коммунальных отходов. Если сегодня площадка расположена внутри территории, обособленная, и куда другие собственники отходов не могут свои отходы сбрашивать, то будем применять по факту вывоза. Если это встроенные помещения, допустим, в жилой зоне, то будем применять нормативы накопления, которые утверждены Минстроем Чувашской Республики. Есть вопросы и к банкам. Работу бизнесменам обременяет 115-й федеральный закон. Платежи попали в разряд сомнительных, подозрительных. У банков на них очень часто практически заградительные тарифы действуют. Но это вполне могут нормальные платежи, как, например, дивиденды. Чтобы выплатить дивиденды, компания сначала должна заплатить налог на прибыль 20%, потом с дивидендов еще платится НДФЛ, 13%. И потом еще, оказывается, нужно заплатить банку. На запросы предпринимателей необходимо реагировать оперативно, отметил Михаил Игнатьев. От этого зависит инвестиционный климат Республики. Встреча с бизнес-сообществом продолжалась около двух часов. Но открытый диалог продолжится. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков, Республика. Делегация Чувашия вернулась с 18-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». О принятых решениях и новых партийных проектах в материале Родиона Архипова и Бориса Андреева. Особое внимание на съезде уделили развитию сельских территорий. Программа должна перейти в новый национальный проект. Важно сейчас социальное развитие села. Этот проект является очень актуальным для Чувашии. Я думаю, что там тоже люди на селе заслуживают того, чтобы жить достойно. На дискуссионной площадке «Городская среда» и «Чистая страна» отметили, что партия отстояла возможность сохранить на будущий год действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов, а также населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Что касается Чувашии, многие делегаты и участники съезда отмечают положительную динамику на примере ее столицы. Удивительно красивый город. И вы знаете, диалог диалогом, закон законом, его надо выполнять. Но все еще зависит от людей. И то, что граждане Ичебоксары и других городов сегодня сами, в том числе, занимаются обустройством своей городской среды, это огромная заслуга. Участники и делегаты подвели итоги региональных дискуссий. Предложили утвердить идеологическую составляющую к уставу партии, этические нормы для членов Единой России, создать комиссию по этике, а также ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных первичек. Говорили и о том, что правильность и реальность предвыборной программы партии проверена временем. Правящая партия отличается от других партий тем, что у нее большая ответственность. Нет таких вот принципиальных, больших у нас возможностей. Есть только ответственность перед людьми, за которых мы отвечаем перед всеми. И ответственность перед городом, ответственность перед республикой, ответственность перед Российской Федерацией. Депутаты Госдумы и координаторы партийных проектов представили новые направления, которые станут приоритетами в 2019 году. Мы сейчас возобновили на съезде направление бассейн и вузов, благодаря которому, вот как раз я тоже координирую этот проект, у нас в Чувашском госуниверситете появляется бассейн. Поэтому мы сейчас уже начали все подготовительные работы с ректором университета Александром Андреем Юрьевичем. Нас поддерживает глава республики Михаил Васильевич Игнатьев. Ну и поставлены задачи определенные, конкретные на ближайшие 2-3 года для того, чтобы действительно в сложных политических условиях добиться хорошего результата. Как отметил председатель партии «Единая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев, необходимо сделать очередной шаг в развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам и сохранить доверие граждан. Родион Архипов, Борис Андреев, Республика. Облака вытесняют железо. Держать данные становится удобнее не на серверах, а в облачных хранилищах. Бизнес уходит в сеть. Найти и получить услуги, в том числе и государственные, можно онлайн. Одним словом, цифровизация. Какими темпами она накрывает Чувашу и каковы перспективы отечественной IT-отрасли? Обсуждали сегодня на межрегиональном форуме IT-линк, который в Чувашии проходит уже в пятый раз. Стоит написать в соцсети «посоветуйте хорошего визажиста», как тут же приходят десятки предложений от бьюти-студий. Интеллектуальные сервисы способны помочь найти друг друга заказчику и исполнителю. В наше время все очень сильно меняется, и то, что социальные сети, интернет, они настолько плотно вошли в жизнь, что люди начинают жить буквально в социальных сетях, начинают жить в интернете, и это очень важно учитывать, в том числе и когда вы ищете себе клиентов. Бизнесмены ищут клиентов, маркетологи оценивают спрос, разработчики изобретают новые программы. Все завязаны на сети, цифровизируются и государственные сервисы. Вспомнить хотя бы порталы госуслуги «Умный город», электронную регистратуру в больницах и дневники в школах. При этом настрой на IT-импортозамещение, чтобы защитить данные и стимулировать развитие отечественных разработчиков. Органы исполнительной власти и все корпорации с госучастием с 2019 года имеют право принимать для организации информационной безопасности только отечественные программные продукты и отечественные, соответственно, железо. И вот на будущий год первое министерство наше, которое уже будет переведено на отечественную операционную систему и отечественные, соответственно, офисные программы спечения. После этого эксперимента будем уже идти дальше. Идеи IT в массы несут журналисты и блогеры. Среди них провели конкурс «Чувашия онлайн». Наша коллега Надежда Андреева, продюсер радиоканала «Тван» выиграла в номинации «Электронное правительство». В серии радиопередач госуслуги.ру о сервисе беседовали предметно и по делу. Когда мы внедряли темы, те или иные, хотели в большей степени сделать акцент на жизненные ситуации, с которыми может столкнуться каждый человек, это будь то получение свидетельства о рождении или регистрация ребенка в школу, зачисление в детский садик. Вот сегодня очень актуальна, к примеру, тема про облакотеку. Что это такое, услышите в эфире «Тванрадио» уже в 2019 году, настраивайтесь на 100 и 3FM. Тема «Облачных хранилищ» поднималась не на одной площадке форума. Облака вытесняют железо, утверждают специалисты информационных технологий. Вообще форум собрал экспертов в СММ, ЦРМ, области информационной безопасности. В общей сложности 20 докладов и презентаций, 4 круглых стола и 1000 участников. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Окно в безграничное пространство. В Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Толстого идут занятия по обучению новым информационным технологиям. На этот раз на учебу приехали гости из Ярославля. Вот у меня 1000 рублей. Я нажимаю, подношу, и он мне должен ответить. 1000 рублей. Определить денежные купюры, вызвать такси, найти необходимый адрес. И это еще не все возможности приложения для слабовидящих и незрячих. Я обучалась здесь у Николая Парахина все приложения. Получил сертификат, то, что я прошла обучение. И пользуюсь, играю. Определять купюры. У меня специальное приложение есть. Общаюсь. Все движения на сенсорном экране для незрячих озвучиваются. При первом касании ярлыка телефон его называет. При втором открывает папку. Дальше ориентация по телефону тоже при помощи голосового управления. Обучает слабовидящих и слепых тифлопедагог из Чувашии Николай Парахин. Его проект «Окно в безграничное пространство» выиграл грант. При финансовой поддержке филантроп КАФ России мы закупили оборудование. Это два устройства смартфона под управлением операционной системой Android Samsung Galaxy A5 2017 года. И два айфона под управлением операционной системой iOS. На этих устройствах мы обучаем пользоваться незрячих как операционной системой Android, так и iOS. Работа на сенсорных устройствах делается с помощью жестов. То есть мы смахиваем слева направо и движемся по ярлычкам, расположенных на рабочих столетах. Сейчас у тифлопедагога обучаются коллеги из Ярославля. Такой не совсем обычный опыт работы с современными телефонами они планируют применить у себя. Возникла идея, чтобы чебоксарцы обменялись опытом с ярославцами и научили нас не только тому, как нам самим пользоваться телефоном, но чтобы мы могли свой опыт передавать другим. Потому что мало уметь самим, очень важно уметь научить этому других. А других учить сложно, потому что пока еще нет ни системы преподавания, ни методик. И каждый, кто передает свой опыт, он это делает так, как считает возможным, так, как умеет. Вот нам кажется, что коллеги умеют делать гораздо лучше, чем многие другие. Сейчас автор проекта вместе со своей командой систематизирует накопленные знания. Они лягут в основу методики преподавания. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Павел Редков, Республика. Чебоксарский проект «Живые уроки» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского туризма». Образовательные экскурсии для столичных школьников и дошкольников проходят четвертый год. На одной из них побывала наша съемочная группа. Это шишка! Я сразу поняла. У меня в интернете, у меня ровно, не купится шишка, я указала. Про типичную фразу «руками не трогать» на этой выставке можно забыть. На острове открытий можно ко всему прикоснуться, повертеть в руках и даже понюхать. А еще посмотреть на мир глазами насекомых. Вот таким необычным способом ученики четвертого класса 39-й Чебоксарской школы изучают биологию и окружающий мир. Это мех пилота, это мех внутренний, а это мех внутренний. И этим мне задание понравилось то, что оно достаточно умное, потому что здесь надо думать, какие животные и какой мех к ним подходит. Живые уроки открывают новые возможности для обучения ребят. Например, изучая историю 18 века, историю восстания Емельяна Пугачева, они приходят в Национальный музей и посещают ту экспозицию, которая посвящена данному историческому событию. В данном случае именно учитель-историк выступает экскурсоводом, который, во-первых, знает очень хорошо детей и их способность к усвоению учебного материала. А во-вторых, он на примере именно тех наглядных, скажем, экспонатов рассказывает об истории 18 века. Выставки, туристические прогонки по городу, экскурсии в музеи и на предприятия. С каждым годом образовательный проект становится разнообразнее. Татьяна Леонтьев, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика. В Канаше состоялся финальный этап спартакиада работников органов государственной власти Чувашии и органов местного самоуправления. Спартакиада органов государственной власти проходит в течение всего года. Стартовав с лыжного марафона, она меняет одежды в зависимости от времени года. Соревнования по пулевой стрельбе, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол и перетягивание каната. Их проводят в теплое время года или в спорткомплексе. Такие старты очень сплачивают уверенные организаторы. В данном спорте мы проводим 17 раз. Наша главная задача, чтобы чиновники ежедневно занимались в связи с культурой и спортом, приобщались к этому движению. Хочу поставить себе здоровье, благополучие. Перед началом серьезных соревнований состоялась веселая разминка. А затем в борьбу за престижные награды вступили представители всех управлений, министерств и ведомств региона. Это самые крепкие, выносливые, быстрые и меткие чиновники. Соревнования шли одновременно в трех дисциплинах – дартс, плавание, волейбол. В итоге самыми меткими оказались сотрудники Минкультуры Чувашии, Управления Федеральной налоговой службы России по Чувашии и работники администрации Чебоксарского района. В бассейне отличился Минспорт Чувашии. Но самые жаркие страсти разгорелись во время турнира по волейболу. В решающем матче победу праздновала команда администрации главы Чувашской республики. Совсем немного уступили лидеру Минюст и Минсельхоз Чувашии. По результатам всех видов спорта лидерами в своих группах стали администрация главы Чувашской республики, МВД по Чувашии и администрация Чебоксарского района. Почти 3 миллиона рублей получила Федерация спортивного туризма Чувашии на реализацию проекта «Я выбираю спортивный туризм». Авторы намерены вернуть былую популярность этому виду спорта. В семи муниципалитетах республики создадут 11 базовых центров развития спортивного туризма. Один из них в Чебоксарской школе номер 47. Туристические походы в 47-й школе – ежегодная традиция. А любой даже не очень сложный поход требует хорошей подготовки и прежде всего физической. В нашей школе спортивный туризм развивается уже несколько лет. Под руководством Юлии Вацентьевны Соколан ребята с удовольствием принимают активное участие в мероприятиях по спортивному туризму и занимают успешные места. Количество занятий в спортивном зале у нас увеличится. Если сейчас это три раза в неделю, по три часа, то сейчас мы планируем по четыре раза в неделю. Это стало возможным благодаря выигранному гранту. Школе выделили 160 тысяч рублей. Теперь здесь смогут обустроить полигон для проведения тренировок и соревнований на открытом воздухе и закрытых помещений. В плане – обучающие мастер-классы и показательные тренировки по спортивному туризму. Они вызвали неподдельный интерес у школьников. Мне понравилось то, что тут все хорошо объясняют. Это увлекательно и интересно. Мы научились собирать карабины. Что это такое? Это такая железная штука, которая сцепляется между собой. Но для чего это нужно? Где это применяется? Это применяется в походах. В разных походах. Даже, например, дому может пригодиться. Эти знания школьники смогут применить на практике уже в будущем году. В середине 2019 года в Чувашии пройдут первые соревнования по спортивному туризму. Яркий детский праздник для одних и борьба за звание лучшей модели для других. В Чубаксарах завершился проект «Фотомодель по детски 5». Мир моды и красоты в нашем материале. Мейкапы, примерки, показы. Участники проекта «Фотомодель по детски 5» давно привыкли к этим словам. Целых три месяца они погружались в мир моделинга и съемок. Параллельно проект «Фотомодель по детски» запустился в городе Пермь. Планируется в Сочи. И дальше мы выходим уже на российский уровень. И все те, кто принимал участие в проекте «Фотомодель по детски», неважно какой сезон, они все могут принять участие уже в российском финале. Мы даем ребятам дорогу в жизнь, показываем, как нужно быть уверены в себе, раскрываем их. Успеть переодеться в новый наряд за пару минут помогают родители. Они и губы подкрасят, и перед выходом успокоят. Хотя сами волнуются не меньше. Столько деток, все такие красивые. Переживаешь вроде как для людей, чтобы все красиво было, чтобы наши детки показали все, что они научились за три месяца. Мы же научились. Я научилась красиво ходить и красиво позировать. Я успевала учиться, потому что фотомодель – это, конечно, очень хороший проект. Научиться тоже надо. Мальчику надо все уметь попробовать. И мне тоже. С ребятами работали лучшие специалисты. Уже традиционно для участников проекта создается коллекция одежды. В каждом проекте, каждый год создается какая-то своя определенная энергетика. Мы смотрим на эту энергетику, мы смотрим на участников, мы знакомимся с каждым участником абсолютно. И из всех вот этих вот критериев у нас вот и создается вот эта вот коллекция. За плечами 17 фотосессий. И секрет отличной фотографии теперь знают все. Чем лучше ты покривляешься перед сном, послушаешь музыку позитивную, тем лучше будет настрой, тем лучше будут фотографии. Больше всего мне понравилась фотосессия эмоций. Она была настолько насыщенная, мы там плакали. И фотографии просто получились очень крутые. И как это? Легко просто так заплакать? Просто так не получилось заплакать. Нам говорили, что все плохо, сейчас вылетите из проекта. И мы начали плакать. За время проекта ребята стали друзьями. И в финале за победителей радовались. Артем Напольнов и Елизавета Кучкасского появятся на обложке журнала Деткиц. А приз в 30 тысяч рублей выиграла 6-летняя Варвара Коба. Гимнастка, любительница Чехова и Толстого. А теперь еще и супермодель. Мария Шоклева, Бахтияр Вилеев, Республика. Герои нашего следующего сюжета тоже хорошо получаются на фотографиях и пользуются популярностью местных телеканалов. Несмотря на очень длинные носы. Речь про новых обитателей. За уголка ковчег в Чебоксарах. Их так и называют носухи. Самочка на сухе, как и большинство девушек, сладкоежка. К нашему микрофону она тянется не из-за желания дать интервью. А потому что приняла его за банан. Ее любимое лакомство. Сейчас кормим бананом. А так у них в еде мясо. Насекомые мелкие. Фрукты. Это банан так, для баловства, чтобы к рукам приучить. И яички куриные. Очень любят. До конца ее повадки сотрудники за уголка еще не изучили. Молодая носуха появилась здесь недавно. Так что ей пока даже не придумали имя. А вот ее соседа по вольеру зовут Сева. Носухи относятся к семейству енотовых. В дикой природе их можно встретить на американских континентах, в широтах с теплым климатом. Нос у нее большой, чтобы насекомых искать в траве. Кроме длинного носа, носух отличают мощные когти, которые позволяют хорошо лазать по деревьям. Там они скрываются от опасности и спят. Сейчас рот носух не считается исчезающим. Они не внесены в Красную книгу. Однако из-за уничтожения их естественной среды обитания, лесов, животные вынуждены выходить к людям. На воле они нередко питаются на свалках или воруют цыплят у фермеров. Этим носухам жизнь впроголодь не грозит. Однако, как и другие обитатели зооуголка, они быстро сообразили, что от посетителей можно ждать не только внимания. Почему-то все животные тут попрошайками становятся. Вот любители просить. Хоть и покормили вовремя, все равно будет просить, бабу тянуть, чтобы еще дали. Поэтому у нас все вот такой жирненький и крупненький. В Чебоксары носух привезли из Нижегородского зоопарка, где они и родились. Специалисты зооуголка надеются, что эта парочка тоже через год сможет дать потомство. Вместе с носухами в Чебоксары привезли и индийскую карликовую корову по имени Люба. Сейчас все они живут в теплом вольере. На улицах их можно будет увидеть летом. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее полезная информация. А с вами прощаюсь. До завтра. Автоматы виртуальной реальности, детский театр мод, фокусы, мастер-классы по флористике и кулинарии. И, конечно, розыгрыш фирменных подарков от партнеров автосалона «Автон». Презентация нового «Ниссан Экстрейл» превратилась в настоящий праздник. За час до начала в зале уже яблоку негде было упасть. Собрались автолюбители со всей республики. А все ради того, чтобы первыми увидеть и, что называется, потрогать новый «Ниссан Экстрейл». Мы с радостью хотим вам показать абсолютно новый «Ниссан Экстрейл». Хэнс-фри – новая функция автомобиля. Чтобы открыть дверь багажника, достаточно провести ногой под задним бампером авто. Новый «Экстрейл» оборудован подогревом передних сидений, двухзонным климат-контролем, лобовым стеклом с электрообогревом. Есть и специальный радар, который предотвращает фронтальное столкновение с впереди идущим автомобилем. Он встроен в эмблему «Ниссан». Изменения коснулись и оптики автомобиля. Фары стали адаптивные, а свет фар направляется в ту сторону, куда поворачивает рулевое колесо. Изменею подлежали и колесные диски. Теперь они доступны в 19-м радиусе. Брутальный облик, впечатляющие характеристики, пространство и комфорт – это лишь малая часть достоинств нового «Ниссан Экстрейл». Убедиться в этом могли все желающие. «Салон очень комфортный, просторный, хороший». «Я считаю, компания «Ниссан» с этим автомобилем станет лидером рынка. Он очень будет востребован покупателями». Вячеслав Васильев – вот уже пять лет владелец «Ниссан Кашкай». И он считает, пришло время поменять его на «Экстрейл». «Намного больше, чем «Экстрейл», конечно. Сидень сзади. Мне кажется, для путешествий он вообще в идеальном состоянии. Всех устраивает на семье. Нравится машина очередная». Продажи «Экстрейл» уже стартовали, а с 1 декабря в дилерском центре «Ниссан» начался сезон космического снижения цен на весь модельный ряд. Финальная распродажа года «Ниссан» с выгодой до 500 тысяч рублей. «Сейчас дополнительное предложение при сдаче автомобиля в трейд-ин. Снижение до 120 тысяч рублей. Плюс дополнительные скидки для повторных клиентов при сдаче автомобиля тоже в трейд-ин, если «Ниссан» сдаёт при оформлении в кредит дополнительные снижения». Так что из нового офиса «Ниссан» вы можете уехать уже на новой машине. Кстати, он находится по адресу Морпосадское шоссе 3А. Запись на тест-драйв по телефону 230077. До Нового года осталось меньше трёх недель. Самое время позаботиться о предстоящих тратах. Порадовать себя и близких, и при этом не считать каждую копейку, поможет Восточный банк. 12 и 13 декабря в офисах Восточного банка можно оформить до 300 тысяч рублей с праздничной ставкой 9,9% годовых. В эти дни можно успеть нам даже после работы. Двери офисов будут открыты до последнего клиента. С волшебными условиями Восточного банка каждый может почувствовать себя Дедом Морозом. Ведь под ёлку можно положить абсолютно любой подарок, отметили специалисты банка. Средства можно расходовать на любые цели. Украшения, гаджеты, бытовая техника и даже поездка в отпуск. Подробную консультацию можно также получить 12 и 13 декабря. Время задуматься о предстоящем празднике и готовить подарки. Восточный банк в Чебоксарах поможет воплотить самые смелые желания. Он работает с 9 утра и до 7 вечера по адресу проспект Ленина, 51.